Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают И вот она объясняет, что искала подработку Ей 14 лет Пришла она в офис По улице Московской И значит с ней провели Собеседование Объяснили, что она должна делать Каким людям лучше подходить Как лучше просить Вот, и сказали, что 30% от собранных денег пойдут на помощь детям А 70% на содержание фонда При этом 20% из того, сколько она заработала за сутки Пойдет ей как зарплата Вот В общем-то я спросила у нее А родители в курсе, где ты работаешь? Она говорит, что нет Я, говорит, пришла Попросили вместо родителей Написать разрешение на работу Сделать за них подпись Вот, взяли ее паспортные данные И отправили в поля, так сказать Вот такая история Насторожило вас то, что Девочку попросили подделать подпись родителей Или манера ее, собственно говоря Обращения к вам за помощью детям? Да, девочка-то одета неплохо была То есть она подходит и начинает попрошайничать Вот как обычно Ну дайте денег Ну вот детям надо Вот в таком формате То есть у меня это насторожило Вот То есть попрошайничает Вот И как бы поэтому Она еще маленькая Видно, что 18 лет, нет? С мамой девочки вам удалось побеседовать? Да, с мамой я потом поговорила Она говорит, что ее насторожило Вся эта ситуация, в общем Вот Что она тоже удивилась Наругала девочку Что больше она так не поступала Потому что, получается У нее взяли паспортные данные Еще заставили подделывать документы Ну, подписи родителей А реакция ребенка После того, как с мамой она поговорила То есть она сразу восприняла Родительское какое-то там Порицание или внушение? Ну тут, видимо, были хорошие отношения Между мамой и ребенком И девочка сразу поняла Отказала, да, мама, извини Вы звонили в офис Организации Зачем? Да, звонила я в офис Ну, как бы правильно было узнать Их мнение Относительно всей этой ситуации Вот Они сказали, что Собирают они пожертвования Да, правда На помощь детям Вот О том, что заставляют Подделывать подписи в Кирове Они не в курсе И о том, что там 70% пойдет им А 30% на помощь детям Они тоже, как бы, сказали Что Ну, это не совсем так Детям мы зарплату не платим Вообще Они волонтеры Мы им даем в сутки Рублей 100-200 Только за потраченное время Как они сказали Ну, там проезд Еще что-нибудь Может быть Да, покушать Проезд Берегус Волонтеры Понятно, Анастасия Спасибо большое за комментарий Анастасия Сверчкова Корреспондент газеты Источник новостей Надо сказать, что Массово были материалы Размещены в кировских СМИ На прошлой неделе По поводу Конкретного фонда Под названием Аурея И потому, что Именно его представляют Подростки 14-летние Которые выходят на улицы В желтых жилетках С надписью Гражданский активист С надписью История Которая связана С конкретным фондом И единственное отличие Которое я заметила В этом году Это действительно Это массовость Такого количества детей В разное время суток В разных точках города В разных точках города Я не видела Как в этом году Начиная с зимы Что происходит Владимир Валерьевич Происходит лето Происходит подработка И действительно Люди активно привлекают Подростков И студентов На подработку Потому что Вот смотрите Даже то Что сказал сейчас Корреспондент Отличаются Слова людей Которые Говорят Что это волонтер Они ничего Не получают Потом Нет Нет Они там получают 100-200 рублей Потом Люди Которые здесь На месте Говорят Да Они получают 15-20 процентов Возможно До 30 И так далее И так далее И так далее Сами Ребята И в прошлом году Мы об этом Как бы говорили Да Уже Когда первая волна Была Этой же Ауре И сейчас И феврале Мы говорили Да Значит Изначально Они все говорят И полиция Зафиксировала Что они получали Определенные проценты От собранных средств При этом Никакой Собственно говоря Моментальной Инкассации Не проводилось То есть Это Были Обычные Там Сборщики Средств Которые Собирали Этих ребят Там С коробками Привозили В офис Деньги Выдавались В этот же день И все А там Как-то документально Это фиксировалось Все Вообще Это история По этому фонду Если посмотреть То есть Эта история Очень активна История Эта организация В СМИ Представлена Представлена Изначально Мы смотрели В огромном количестве Регионов Где они Начали работать А чтобы было Понимание Этот фонд Зарегистрирован В маленьком поселке В Красноярском крае Вот И потом Пошли Большие Разгромные материалы Новосибирск Пенза Екатеринбург Мариэл То есть Там Где начинала Деятельность Этот фонд То есть Они не только Локально По Сибири работают Они пошли дальше Значит Где-то Удается Сразу Допустим Общественники Что это не волонтеры А все-таки Немножко Другие Как бы Люди Вот Где-то С завидной Активностью Периодичностью Эти люди Начинают Возникать Опять На мой взгляд Это Там Где люди Добрые И люди Деньги дают И в прошлом году Впервые Вот опять же Из Разговоров с полицией Я услышал Слово франшиза То есть Было упомянуто Слово франшиза Абсолютно Бизнес Термин Значит По которому Строится Деятельность Это Одинаковая Форма одежды Это одинаковая Ну собственно говоря Фраза Которая нужно Произносить В принципе Бизнес модель И документы Тоже одинаковые Которые не показывают Построение Построение Абсолютно То есть Есть некий Головной офис В каком-то городе Да Создаются филиалы В которых Садятся управляющие Которые нанимают На работу менеджеров Которые набирают Там продавцов И так далее Только в данной ситуации Никто ничего Не продает Не производит И не продает А просто Там собирают деньги И вся эта цепочка Получает свои Определенные проценты До самого верха Что из этого Достается детям То есть Даже если Они сами Признают И называют Цифры Там 30 процентов То я думаю Что Возможно Даже этих 30 процентов Нет Многие волонтеры Опять же Это есть В Расследованиях СМИ Да То есть Там Порядка Дай бог 5 процентов Остается Сейчас мы Должны сообщить Нашим слушателям Что у нас прямой эфир И вы можете Поучаствовать в нем Позвонив по телефону 211-101 Расскажите пожалуйста Вашу историю Вы сталкиваетесь С такими волонтерами Гражданскими активистами На улице Которые собирают деньги Которые собирают деньги На благотворительные цели И какова ваша реакция Вы деньги даете Не даете И почему И я должна сказать Собственно говоря Небольшой срез Как раз По твоему вопросу Нашим слушателям Мы спрашивали их На нашей страничке Вконтакте И на нашем сайте С гражданскими активистами Просящими на улице Деньги На лечение детей Сталкивались или нет Несколько вариантов ответа Сталкивался Пожертвовал деньги 8% Сейчас отвечает На страничке Вконтакте Сталкивался Но не стал Жертвовать деньги 73% Почти процента Не сталкивался 18% Ну почти 19% Это контакты Да На сайте 75% Говорят Сталкивались Но не стали Жертвовать деньги Мы тоже сталкивались Вот я лично Тоже сталкивалась Вообще каждый здесь У нас в редакции Сталкивался Мы это обсуждаем Чуть не каждый день Ну потому что Это район театральной площади Они здесь постоянно бывают Да и тоже вели разговоры С этими детьми То есть я вот столкнулась Например с девочками Которые ходили парой И если первая Как-то остановилась И когда я ей стала Говорить Расскажи мне пожалуйста Что ты об этом знаешь Что ты И почему ты таким Жалобным тоном Главное Со мной разговариваешь Понимаете Потому что вот эта история С тоном попрошайки Это то что меня Это то что меня в этот раз Просто возмутило Я себе представила Будучи мамой Что моего ребенка Подростка Какие-то взрослые Дяди и тети Особенно после статьи В источнике Учат подделать мою подпись А потом они учат Моего ребенка Попрошайничать на улице То есть они рассказывают Что как подходить Что нужно подходить К группе Где много людей Потому что один даст Другой тоже Она говорит Что вот пожертвуйте Пожалуйста Ну сколько есть денежек Хоть 10 рублей Хоть 5 Ну то есть вот Мы люди Которые в этой студии Еженедельно Если не ежедневно Говорим с благотворителями Один из которых здесь Присутствует И Владимир Шабардин Тоже в теме И мы с тобой Аня прекрасно Для меня это был шок Я вот такой Я говорю Почему ты таким тоном Со мной разговариваешь Я с этой девочкой Есть еще одна технология И тут Аня И тут маска сразу на лице А что такое Она мне говорит Говорит Это очень странно Что ты знаешь Она мне говорит Вы что вам жалко денег Что ли Она мне сразу говорит А это человек Который собирает На каких-то там Вам жалко денег Что ли Нет Ну расскажи мне Я тоже пыталась побеседовать Но если жалко Так и скажите Я пойду дальше И дальше подходит Ее подруга Которая видит Что только что Ее напарница была Около нас Она видит И все равно подходит И делает то же самое Только у нее такое более Видно что она уже поработала Заматерела И она говорит То же самое Такая девочка была Крепкая Коротко стриженная Больше на мальчика похожая И она начинает Мне говорит Помогите пожалуйста Пожарствуйте 10 рублей Я была просто в шоке В центре города У здания правительства Вот такой схемы Я еще не видела Я тебе должна сказать Коллеги наши Рассказывали Что есть еще один способ Скажем так Выпросить денег Они подходят К родителям с детьми А Ауди Сметанин Нам сегодня рассказывала То есть видимо Вот расчет на то Что родителю Которого маленький ребенок Если ему рассказать Про болеющего другого малыша Он значит Вот быстрее разжалобится И пожертвует Это была сегодняшняя Буквальная история Мы сейчас проверемся На одну минуту Буквально после этого Надо будет все-таки Обозначить мероприятие Которое сегодня прошло В библиотеке имени Пушкина Мы его анонсировали В первом часе И получить консультацию От Ольги Шебек Продолжается программа Дневной разворот Говорим о благотворительности И о том ее аспекте Достаточно непростом Как бывает так Что подростков массово Вовлекают в сомнительные Благотворительные проекты И заставляют собирать деньги Фактически попрошайничая на улицах Не заставляют Учат Учат Хорошо Хорошо Ценные уточнения Ольга Шебек Специалист по связям С общественностью Организации родителей Детей-инвалидов Дорогой до Бравна Шесть студий Напоминаю Владимир Шабардин Уполномоченный По правам ребенка В Кировской области Да вот сегодня В итоге Что произошло После массовых публикаций На прошлой неделе В СМИ Сегодня в Пушкинской библиотеке В 10 часов Был круглый стол Да Круглый стол Достаточно много Обращений было У нас И мы занимаемся этим Уже третий год Не первая волна Да И наверное Сочли что пришло время Собрать Все заинтересованные стороны Для того чтобы Обсудить Вообще Проблему Добросовестности Благотворительности То есть По инициативе Уполномоченной По правам ребенка В Кировской области Сегодня состоялся Круглый стол Где мы пригласили Представителей Средств массовой информации И благотворительные фонды Которые работают у нас На территории нашего региона Фонды С давней историей Мы их все знаем Много Перечислять не буду Вот Оля Сегодня Точно так же Были Вот И Ну во первых Мы обсудили То есть была обозначена Проблема Добросовестности В сфере благотворительности В частности Через Сбор Через Вот эти Ящики Копилки И Собственно говоря Еще одна Причина была Вот этой встречи Повод То что Некоторое время назад У нас Большое количество Фондов Которые работают Ну в частности Такие известные фонды Как фонд Вера Или Галчонок Они подписали Декларацию О добросовестности В сфере благотворительности При сборе средств Через ящики Копилки Изначально Это была Значит Ассоциация Все вместе Против мошенников Ассоциация Все вместе Есть два сайта Все вместе Точка ру И Значит Стопобман Точка инфо Значит Это Порядка 100 Московских Организаций Ассоциация Но сейчас Уже подписались 225 организаций В том числе Региональные В том числе Дорога и добра Оля тоже В этом списке Есть Вот Наша задача Была Во-первых Познакомить С этим проектом Наши Наши организации Благотворительные Благотворительные Да Для того Чтобы присоединиться Я Перед этим Связывался С Москвой Мы переговорили Каким образом Можно присоединиться К этой декларации То есть Там идет проверка Документальная Значит Этих организаций Там Отчетности Отчетности Да То есть По электронке Отправляются Значит Материалы Я дал контактный Телефон Электронка Куратора Вот И Мы Значит Сегодня Показали Нашим коллегам Собственно говоря Саму декларацию И Резолюцию Первой Всероссийской Конференции Вот она Прошла 11 мая 2017 года Все вместе Против мошенников И Ну вот Основные Собственно говоря Два момента Обозначу Что Вот Все эти фонды Однозначно Осудили Практику Сбора наличных денег От имени Организации Вне мест Проведения Организованных Благотворительных Мероприятий И вне Стационарных Ящиков То есть Сами ящики Никто не отрицает Но Это Когда они Установлены Допустим В торговых Центрах И как Сегодня нам Рассказывал Валентина Павловна Иванова детский фонд Производится Документальная Инкассация Средств Со свидетелями Составляются Определенные документы Один документ Идет в фонд Один Остается здесь Либо Как вот Оле говорили Значит На В местах Значит Проведение Каких-то акций Когда Заключается Договор с площадкой И эта акция Проводится И точно так же Все средства Значит До копейки Они учитываются И направляются На Конкретно Ребенка Опять же Пример детского фонда Если стоит ящик В одном из магазинов Вот эта вся сумма Без каких-то Изыманий Каких-то процентов Каким-то людям Направляется На счет Конкретно Вот этого Ребенка Вот И Сегодня У нас Представители фондов Рассказывали Свои истории То есть Кто и как Сталкивался С мошенниками То есть Одна Из организаций У нас была Которая говорила Что Под их брендом Значит Собирали деньги Люди Там где Этого не должно Было быть Но это Просто использование Имени Да Вот тогда Была вызвана полиция Другие Рассказывали У нас Значит Фонд Который работает С одним из Социально-лебилитационных центров Святушка у нас Которые Прекрасно Знакомые И с учреждениями И с директорами И вдруг Они случайно Столкнулись с акцией В одном из торговых центров Когда Значит Вот мы собираем средства На вот этот центр Они позвонили директору Ни тот не в курсе Ни учреждения Не в курсе Никто Что Идет сбор средств Значит И В результате Значит По мнению Вот этого фонда Видя Какие суммы Были собраны на месте И что было закуплено И пришло в результате У них Суммы отличаются В разы То есть Вот Собственно говоря Что дошло До этой Организации Да У нас сегодня Велась речь о том Что Создаются сайты Там Зеркальные Фактически Под видом Сайты Дублеры Какой-то Уважаемой Благотворительной Организации Вот И моменты Которые Упомянуты В изолюции О том Что Реальные Честные Фонды Не собирают Деньги На личные Карты Сотрудников Родственников Личные Онлайн Кошельки Не Обещают Возвращение Пожарственных Денег Через систему Сетевого Маркетинга И так далее О том Что есть сайты У наших Фондов Где Должна быть Отчетность О расходовании Всех средств И о сборе Ну в отличие От Сайта Упомянутой Сегодня Организации В котором Там четко Написано Что Мы не имеем Никакого Отношения К каким-то Сборам Средств За предыдущие 8 лет Это не мы Сбор на личных Средств Потому что В предыдущие Годы Было Множество Скандалов С этим связано Сейчас прямо На сайте Они открещиваются Это не мы У нас фонд Много лет Все что собиралось С наличными Деньгами Это не мы Сейчас ведется Сбор На двух детей То есть на сайте История всего Четырех детей За три года Два закрытых За 8 лет Получается За последние Три года И двое детей Значит Двое детей То есть это Со всей стороны А надо напомнить Кстати Вот в этой статье В источнике Если мы говорим О деньгах Девочка Собрала за час Тысячу рублей За час Но при этом Если мы посмотрим На сайте Ауреи Суммы необходимые Их отчет Один отчет На 841 тысячу Один отчет На 1 миллион Это за последние Несколько лет Вот ребенка И какие-то там Закрытые еще Пара отчетов И вот И два ребенка Общей суммы Около 700 тысяч Ну там по 300 тысяч С небольшим фигурированием Вот и все Вот и все Работает по всей России Мы не знаем Всего айсберга Мы видим только его верхушка То есть сколько средств Реально собирается И это собирается Еще раз Руками Голосами Ногами наших детей Подростков Так важно Подписание Мы не говорим Вот эти люди Всегда приходят Помогают Реально Мы не сможем На самом деле Люди Таких ситуации Там момент И дальше Тот собственно Кто это Сеть раскинул Сеть раскинул И придумал И подумайте Насколько вам Будет приятно Там Знать И понимать Что Там из 100 рублей Вот тот Конкретно взятый ребенок В лучшем случае Получил Вот минимальную часть А возможно Не получил Совсем Поэтому Если Есть желание Там что-то Дать Пожертвовать Да Некоторые говорят Ну там Обычная Лень Но вы тут же Уйдя с площади Да Вы по дороге Зашли в какой-то Там Магазин И в этом же Магазине Если у вас Есть желание Пожертвовать Есть такой же Ящик Который Пройдет Инкассацию Вечером То есть У вас Есть желание Пожертвовать Если вас Не взяли На слабо Как Светлана Говорила О том Что жалко Тебе Да не жалко Мне Отдал Пойдите И положите Ну Мы сейчас О легальных Проверенных Чистых Способах Сбора Благотворительных Средств Поговорим После двухминутной Рекламы Ольга Шибек И Владимир Шабардин В гостях В нашей студии Продолжаем Говорить О благотворительности В том ее аспекте Каким образом Отличить Добросовестные Благотворительные Фонды От недобросовестные Давай все-таки Я еще раз Обращусь К нашим слушателям 211-101 211-101 Вы сталкивались С гражданскими Активистами На улице Которые собирают Деньги Подростки 14-летние Или нет Если сталкивались Как вы поступили Пожертвовали деньги Или не стали это делать И какие у вас При этом возникали Ощущения Ну вот Прежде чем мы Сделаем то Что мы обещали До перерыва А мы обещали Рассказать О легальных Способах Пожертвования И как это нужно делать И кто И по каким критериям Оценивать Все-таки Мы должны сказать Вот я призывала Тут в первой части Программы До перерыва Что родителей Таких как я У которых дети Подростки Что надо быть Надо быть внимательным К тому что происходит С вашими детьми Этим летом Где они подрабатывают С кем они ходят Вот там И что И чем они занимаются Пожалуйста Потому что Ну это очень важно Мало того что Их учат обманывать вас Подделывая подписи Еще неизвестно Что будет дальше Потому что Если у них нет Достаточной документации Этих фондов Заключенных с городом Договоров Что можно работать Работать на улицах Или осуществлять Даже волонтерскую деятельность Акции какие-то То это все Это все Очень похоже На попрошайничество И когда-нибудь Это прорвет И какой-нибудь С кучей массой Там Обращения родителей Полицейские Будут подходить И детей ваших Опрашивать И забирать куда-нибудь Для дачи показаний А потом детская комната Милиции Насколько я понимаю Нет Ну как бы Вряд ли Детская комната Извините И это все Друзья Из-за нашей С вами Родительской Невнимательности Мы первые Кто должны Обратить на это Внимание Действительно А почему Полиция сейчас Активно в это Не внедряется Потому что Нет обращений Полиция у нас Работает По обращениям В прошлом году Были Их проверяли Их проверяли В некоторых регионах Много было обращений Их выгнали Вообще Из этих регионов Как в Пензе Там просто Общественники Завалили полицию Обращениями Да Действительно так На проверку То есть Повышенная Внимательность Повышенное Внимание К подобным Вещам Вызывает Резкое Скажем Оторжение Как только Рядом С таким Общественником Появляется Два-три Других Общественника Которые говорят Это не волонтер Это Человек Который собирает Деньги Непонятно на что И так далее То есть Как только Проявляется Активный интерес С другой стороны Они просто Уходят Вот Есть еще Один Момент Теоретически Когда Пишется заявление По факту Мошенничества То есть Человек Там Деньги дал Но Это должен быть Заявитель Который Реально Потребовал проверить Куда ушли Его деньги Должен быть Который Посчитал Что его обманули Но при этом Он должен быть Дать Готовы ли люди У нас написать Кто-то Такое Заявление Но по факту Того Что он Дал Деньги Они Не ушли Ременка Для проверки Но законодательная база Так или иначе Все-таки У нас страдает Она слабая Она слабая Об этом говорят все И поэтому Вот эти действия Которые вы сегодня совершили Присоединились К этой конвенции О том что Не собираете В метро В поездах В автобусах И на улицах В несанкционированных акциях Это как раз Движение Организации Которое Показывает Законодательным В том числе Что ребята Нужно принимать меры Давайте мы Сейчас расспросим В первую очередь Ольгу Шибек О тех легальных способах И правильных способах Пожертвования Которые могут Люди использовать Смотрите Если мы говорим О сборе через ящики Для сбора пожертвований Это реальный способ Очень эффективный И простой Для людей Тут надо просто смотреть На некоторые вещи Во-первых Если это ящик В супермаркете Который висит сам по себе Стационарно Надо посмотреть Как называется организация Должны быть обязательно На ящике реквизиты ИНН ОГРН Прочитать внимательно Что там написано На кого собираются средства Потом Если этот ящик висит В принципе Это уже гарантия Какой-то надежности Потому что Всегда заключается договор Мы заключаем договор С площадкой На которой у нас Расположен этот ящик И вскрываем мы его Всегда в присутствии Наших представителей И представителей Этой площадки Они подписывают Акты вскрытия ящиков Сумма денег Там фиксируется Да И в этот же В течение суток То есть в этот же день Или на следующее утро Мы кладем Этот ящик На расчетный Эти деньги На расчетный счет И они у нас Ну только там Мы никуда не можем Их подевать Они обязаны там появиться И мы их направляем На нашу уставную деятельность Если это ящики На каких-то Временных акциях Допустим Мы проводим мероприятие Благотворительное И там тоже собираем Пожертвования То Ну это все равно Проходит где-то И с этой Значит с этой площадкой У нас будет договор Обязательно заключен И потом мы также Вскроем в присутствии Представителей Этой площадки Подпишем акт О вскрытии ящика Но на мой взгляд Гораздо удобнее И правильнее Переходить на Онлайн Пожертвования Это лучше Потому что Ну где там Где нал там Криминал Есть известная фраза Безналичный способ Передачи пожертвований Он исключает Вот эту вот Возможность там Что-то сделать С наличными деньгами И исключает Третью сторону То есть у нас на сайте Размещена очень удобная форма Для приема пожертвований И она То есть деньги человека Сразу переходят нам На расчетный счет И когда они попали На расчетный счет Они становятся подотчетны Там перед налоговой Перед юстицией И так далее И так далее И там можно даже Подключить регулярный Перевод платежей Это удобно И человеку То есть он один раз Принял решение О том что он помогает Нашей организации Или любой другой Да Он дает указания банку И у него просто Ежемесячно эти деньги Списываются И это удобная организация Потому что она может Планировать свою деятельность Зная сколько у нее Там придет пожертвований И тут главное Вот что я могу сказать И посоветовать То есть благотворительность И вот эти люди Которые собирают на улице Они пользуются Нашими эмоциями Они не дают возможности Подумать И принять взвешенные решения И мне кажется Это очень большое неуважение К благотворителям И к людям вообще И вот я всем советую Когда меня кто-то спрашивает Как принять решение О пожертвовании А немножко Ну потратьте 10-15 минут Отложите эмоции У нас не так много Благотворительных организаций В городе и в области Работает Там в пределах 10 Может быть Чуть побольше Изучите о них информацию Она вся есть Если это действительно Организация Которая работает Если это добросовестная организация Информацию Она выкладывает О себе всю необходимую информацию Изучите Примите решение Кому вы помогаете Детям С инвалидностью Или детям Из многодетных семей Взрослым Пожилым Животным Выберите для себя Это один раз Вот примите Ну как бы Разумное решение А потом уже Потом вы можете Чувствовать Ну большое счастье От того Что деньги Которые вы Передаете Они действительно Кому-то помогают Я только так могу Предложить Ну вот кстати говоря Когда мы обсуждали На прошлой неделе Между прочим В этот раз Волну подняли СМИ Да Что касается сборщиков На улицах Вот я имею ввиду Вот сейчас Нынешняя ситуация И это говорит о том Что СМИ Которые накапливают Информацию Журналисты Они понимают Что нужно с этим Что-то делать И у нас Ответственные СМИ Так вот СМИ задавали вопрос Владимиру Валерьевичу А чтобы В каком-то одном месте Какой-то список Со ссылками Добросовестных Кировских фондов Не собрать Чтобы люди Не бегали по сайтам И не искали Очевидно Что наверное Раз к вам обращаются Или там Общественную палату Обращаются Что где-то На этих ресурсах Должен быть Какой-то концентрат Этих вещей Чтоб люди Не рыскали А вот видели Что мы доверяем Там Шабардину Мы доверяем Общественной палате Или правительству И еще кому-нибудь Пусть там будет Этот список Чтоб мы Ну Была поддержка И опора Что с этим можно сделать Сегодня у нас Прозвучала инициатива Ну во-первых Было предложение От самих фондов Одно из предложений Создать некую Подобие Базы Базы И саморегулирующие Организации СРО Ну по По аналогии По аналогии Да Вот Ну во что это Превратиться Мы не можем Там говорить За фонды Но по крайней мере Вот на сегодняшний день У нас Все те фонды Которые присутствовали Они Подписывают Эту декларацию Дорога добра Уже В этом списке Есть 108 Да Вот Значит И Вот этот список Людей Которые присоединились К этой декларации Мы можем разместить Мы разместим У нас на сайте Разместим На сайте Общественной палаты Люди сами Могут сделать Свой выбор Мы Я не могу Выделить Никогда Там Не Человеческий Не по должности Там какую-то Одну организацию Мы работаем Со всеми То есть И с кировскими И с общероссийскими Со всеми И с дорогой добра Да И с другими Вот Поэтому Пусть люди Сами делают выбор Давайте все-таки Если есть возможность Перечислим Кто сегодня присутствовал Кроме дорогой добра И детского фонда Чтобы не забыть никого У нас был Детский фонд Дорогой добра У нас была Птица счастья Это чудо Наследие вятки Что тут здесь Фонд Иоанна Богослова Протянь руку По-моему Сейчас называется Нет Фонд Иоанна Богослова У них проект Протянь руку Проект у них Статус детства Родной край Здоровое поколение Да Птица счастья Сказал Вот Основные Фонды Они работают давно Они работают Достаточно открыто И достаточно широко Они есть У них есть сайты Они есть в социальных сетях Это наши Киевские фонды Известны их Учредители Организаторы Люди Которые Организовали В одном Случае Это сообщество Родителей В другом Это какие-то бизнес структуры Но по крайней мере Если у вас есть Затруднения с выбором Посмотрите по этому списку Возможно Вам Захочется помочь Или в этом Или в этом направлении Спасибо нашим гостям Мы сегодня говорили О благотворительности О правильной и неправильной О сомнительных проектах И о том Как сделать верный выбор Говорили с Ольгой Шебек И Владимиром Шабардиным А мы с Анной Лапшиной Прощаемся с вами Да Пожалуйста Помогайте с умом Вот Вот что хочу сказать Спасибо Заботьтесь о своих детях До свидания ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА